ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ГРУППА Батюшка что-то говорил им через переводчика, но тот переводил так медленно, что по лицам американских гостей было видно, что они почти ничего не понимают. Да и они вообще не знали, о чем спрашивать у русского старца и откровенно спрашивали всякую ерунду. Вроде того, батюшка, у вас есть аккаунт в Фейсбуке? Он с радостной улыбкой смотрел на красиво разодетых людей перед ним, ни слова не понимающих, о чем он им говорил. И говорил о посте, молитве, о смирении и других очень важных, нужных в духовной жизни вещах. Я смотрел на него, смотрел на улыбающиеся, непонимающие лица и думал, ну зачем, зачем он это все им говорит? Батюшка, опомнитесь, они же вас не понимают, чего вы перед ними распаляетесь? А в конце встречи, когда батюшка стал раздавать подарки, неожиданно многие из гостей начали плакать. И ладно бы это были впавшие от детства старушки, но это были современные молодые люди, вполне себе успешные и благополучные, которых вряд ли что-то было растрогало. Тогда я удивился, а потом прочитал в Потереке одну историю, как Авве Псою в Нитрийскую пустыню пришел Авва Ефрем Сирин. Отцы сели напротив друга и проговорили о Боге, пока у Ефрема Сирина не пророс жезл. Самое замечательное в этой истории, что преподобный Ефрем не знал языка коптов, а преподобный Псой не знал сирийского. Но говорили они о Боге и вере, и по благодати прекрасно друг друга понимали. Благодать не различает языков, благодать говорит с людьми на одном языке, языке любви. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok